Бугать будем! Ну ладно, это моё мнение. Если я так считаю, значит я так и считаю. Говори давай. РАДАДА! 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 Ох, блять! Не полезно? Да, что в нашем мире полезно? За тебя! Вау, давай! За счастье. За счастье не пьют? За него борются. За здоровье не пьют? За него молятся. За любовь не пьют? Ею занимаются. Так выкинь за мечты. Пусть они сбываются. Очень-очень! Может твой папа мне прислать? Пахлама, любовь. Выходи, сделай комфортно! Смотри, стоп! Всем привет! И сегодня Турция в гостях в России. Сегодня мы будем пить и есть. И я показываю на столе традиционное русское застолье, которое было испокон веков. Потому что это то, что есть в наших краях. И сегодня я приветствую тебя у себя. Очень рада тебя видеть. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я сегодня на Сен-Девине и я с вами приехал. Мне показалось, что я хочу снять русское путешествие. Теперь у нас есть лавочек. Сан. Альфавр, пахи, 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 У нас уже самогон. И давай скажем нашим друзьям, зрителям, которые нас смотрят, что это всё домашнее. Это либо делали мои друзья, либо делала моя мама. Так что это прям со своего настоящего огорода. Мы передаём через камеру эту любовь им. Давай, как у нас есть, знаете, первая, штрафная называется. Мы ее сразу бьем и чем любить. Потом закускаем. Давай попробуем огурцы. Классика. Давай. Зачивой, закавой. Замир? Замир. Вот так. Русские, как говорится, они так делают. Олышкость. Огород. Вкусно? Угу. Мы должны попробовать картошку. Хорошо. У нас это как, ну, как в Белоруссии. Передаём привет всем белорусам. Белорусский язык разный, чем русский? Ну, есть похожий, потому что всё-таки я считаю, что корни, которые вместе... Если я поеду в Минск, например, я могу говорить с ними? Ну, мне кажется, что там очень много людей знает русский. Ну, они знают мой по-русски. Да, они поймут тебя. У меня надеюсь, так будет. Смотри, у нас еще есть селедка с... С... Луком. Забыла, как называется. Но ты можешь пробовать с луком или нет. Я не против люк. Да? Ну, вот. Это вкусно. Раньше я не пробовал. Вот попробуем. Какая рыба? Это селедка. Селедка. Да. Вот так вот смотри. Потом лук. Ну, я не люблю лук. А, ладно. А ты можешь попробовать с луком. Ну, не надо. И я считаю, что нужно налить. Сегодня я за тобой ухаживаю я. Потом больно с лук пойдем. Нет, больно. Это значит, мне кажется, что это лечит даже коронавирус. Конечно. Конечно. Коронавирус, как раз, вы дезинфектили мои дырочки. Да, да, конечно. И самогон русский, он чистый. Потому что люди делают для себя. Вообще самогон продукты от древней или в городе люди приготовляют? Ну, это больше все-таки деревни, потому что город это уже индустриализация, это не настоящий продукт и все остальное. Так как моя семья живет за городом, поэтому у нас есть территория, где мы вращаем картошку, огурчики. Ну, то есть это такое свое. Понятно. Попробуем? Давай. Давай. Вот. Мягко. 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 Мне нравится. Да? Да. После этого я кушаю вот эту рыбу. Мне нравится. Да? Классно? Да, классно. Сейчас? Что? Второй тест у тебя, а третий, я уже скажу, этот традиционный будет мой. Хорошо. Я расскажу про историю. Я не знаю, мне нравится делать это. Да? Ну, тогда за меня. За тебя. Спасибо. Вы зависите от алкоголя, да? Да, слушай, мне кажется, не больше, чем весь остальной мир. То есть это так показывается. То есть зависит все-таки от человека. Вообще, если мы берем историю, то алкоголь у нас появился при Петре первом. До этого Россия вообще не пила. Серьезно? Серьезно, это 1700 год. Восемнадцатый век. Начало семнадцатого века. Россия, она не пила. Она была очень чистой такой страной. Ну, не будем углубляться. Почему так происходит? Может быть, я не знаю. Но да, мы пьем. Вот смотри, возьмем Сибирь. У вас тепло. У вас классно, море, все отдыхают. А у вас Сибирь. Минус пятьдесят. Очень много. Вот мы выпили уже с тобой, а уже внутри тепло. Ну так, ты уже и веселенький, и ты уже готов идти рубить вот такие деревья. Давай, знаешь, выпьем, но третий тост в моей семье. Хорошо. За любовь. За любовь. За любовь. И я немножечко подытожу за любовь не только мужчины и женщины, а к этому миру, к еде, к цветам, гостутству, чтобы любовь жила, цвела и радовала нас. Какая ты оптимистичная. Ну, тогда за любовь, да? Знаешь, раньше не пробовал самого. Да? Вообще никогда? Никогда. Откуда я найду и вот пробовал? Ты немножечко уже пьяненько? Нет. Я? А я, да, честно. Серьезно? Да. Почему? Ну, не будем открывать нашим подписчикам правильно. Сегодня я уже гуляла. Это не полезно. Не полезно. Да что в нашем мире полезно? Да что в нашем мире полезно? А какой? А какой у вас традиционный ответ? Раке. Я сказал раньше. Раке. Очень крепкий. Я сказал раньше 45, но нет. Я вот поискал. Не, не, я поискал. Я неправильно сказал. А сколько? Семьдесят? Семьдесят. Семьдесят? Конечно. Продолжаем любить? Конечно. За кого и за чего? Знаешь, что такое Сталин? Сталин? Ну, мне не нравится Сталин. Почему? Потому что он жестокий. Знаешь, в эпоху Сталина много турки, татарские, много людей умерли. По-моему, тебе нравится Сталин, да? Знаешь как, я не жила в то время, поэтому я не могу ничего сказать, честно. Потому что история может быть переписана, кто-то говорит так, кто-то говорит так. Нет никакого отношения. Это моя история. Это история не только моего, но и всего мира. Поэтому... Он умный лидер. Он, знаешь, умный человек. Но он умный лидер. Потому что он хотел Стамбул, Карлс, Арден, некоторый город. Но по этой причине Турция участвовала в НАТО. Знаешь, НАТО? Американский и европейский. Не по мне. Да. За Ленина. За тротский. За маленький язык. За тротский. За счастье. Да, за счастье. Вот так. Не забывай. Это не перед каждым. Для одного мы покажем. Отлично. Она забанит как за пропаганду, интересно? Все нормально. Все нормально. Все нормально. Ты решила? С Ютубом договорился? Ха-ха-ха. И лишь потому что, знаешь, в России без водки, без самогона не смысл. Не легкий. Нет смысла. Да. По этой причине. Вот я хотел снимать водку, русскую кухню. Вот так. А мы с тобой будем нас готовить, интересно? Мне нравится. Давай. Еще. Да, будет очень хорошо. Да. Бония должна распутин играть. Распутин. Да, да, распутин. Я хотела тебя сегодня так встречать. Анна, ты обещала мне, что ты поешь сегодня в другой видео. Нет, ты что. Почему? Я не пою. Я читаю рэп. Давай, мы хотим. Катусчики тоже хотят. Ты что? Я же вообще не исполнительный. У меня нет трека. У меня есть диз на одного человека, но я не хочу, не хочу это выкладывать. Я все равно хочу. Это забавно. Мы хотим. Да ну. Ты что? Я не пою. Ничего. Я не знаю за что. За тебя. Давай. Давай. Я не могу. У меня же у тебя занято. Оставим тебя. Офигеть. Я сейчас чувствую себя русский. Чистый русский. Ммм. Так ты русский? Да. Даже у меня мое имя, новое имя. Ваня. Иван Кузьмич. Давай. За родитель, да? Да. У нас по окончании алкоголя все меньше, стоочки меньше. Потом? Потому что разговоров все больше, больше. Бум-бум-бум. Ммм. Нормально. Так мы запьем это потом чаем. Угу. И все. Типичная русская кухня, да? У нас потом последний и приступим к чаю. Да. Класс? Очень. Очень. И очень крепкий. Ммм. Ты вместе читаешь, да? Блин. Ну. Чуть-чуть возможно. Короткий. Ну слушай, я не помню слов, я могу взять телефон. Конечно. Мы хотим. Ну. Давай тогда я налью. И мы потом... Ну это дис. Я могу тогда прочитать вес. Хорошо. Блин, но... Это очень смешно. Мы готовы? Да мы с ума сошли. Мы готовы? Давай. Сейчас я... Прям минуточку. Хорошо. Слушай, на самом деле, это очень странно, очень смешно, но... Как искать в аудио сейчас? Ты можешь найти. Просто у меня нет бита, то есть я его придумаю сама. Но давай. Давай. Смешно, Олег. Тебе решает, что ты круче всех, обводя вокруг пальца обиженных дев. Все тайное становится явным. Все девушки становятся мамами. А твое про нее открылось однажды. Как теперь спать под подушкой бумажей? Спокойно так. Ты писал сразу двум. Приводил в дом гостей и шептал им на ухо. Смешно себя вести в тридцать именно так. А может тому виной зависимость твоя? Наркота, бухлон, все ваши мутные схемы. Что ты скажешь мне на это? Что это все ложь и ты даже не пьешь. Скорее всего закодирован. Крыша рвет тебе и от Мартини. Так давай закинемся лирикой и не спалят на скобы финны. И не зря я сегодня подстриглась. Я выкинула тебя, как ты выкинул бывшую. Хорошо, что не было ничего с тобой у нас. Посветила лицом перед твоими парнями. Они тоже неправы. Нельзя так убого относиться к даме. Твои братья считают, что у нас что-то было. И было бы смешно услышать правду о мире. Что лишь рассказы о твоей жизни. Я слушала тихо. Помогала с раскруткой твоего псевдомира. Не лежала с тобой я в одной кровати. Я ставлю все это для твоей Ани. Ведь она поверит во все, что ты скажешь. Эффект денег закрывает глаза даже на лаже. Дальше разбирайтесь сами. Я все сказала. Это презентация. Это круто. На самом деле, я не знаю, человек увидит это или нет. Но это настоящий человек. И там все про него. То есть это я написала сама, от и до. Это полностью мой текст. И там все правда. Так что Олег. Депутатом привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу пить чай Потому что ты пьяный Нет, не пьяный, честно говоря Как тебе оладьи? Оладьи Не очень нравится Правда? Потому что, знаешь, мне нравится попробовать с других кухней В смысле, из-за того, что это попробовать, а из-за того, что это прикольно У нас тоже есть Например, раньше я попробовал с медом, вареньем Мед вкусный очень, скажи Это натуральный мед Смотрите, какой консистенция Давай Дуал бак Кто готовил это? Ой, это... Вот помнишь, я тебе рассказывала, откуда моя бабушка? Да Вот там есть один мужчина Серьезно? Да Очень вкусно Чайный чтик Хэшэйшуан Муазан Закончил? Да Ребята, спасибо маму за вечер Спасибо тебе за вечер Я была очень рада видеть тебя у тебя в гостях Надеюсь, тебе все понравилось Все понравилось с нашим гостям Мы еще встретимся Чикен 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 Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...